Приморский суд Заминирован Такая информация появилась на информационных сайтах Сотрудники Одесской милиции проверяют анонимное сообщение О минировании здания суда на улице Балковская Сообщила пресс-служба обл. управления милиции Пока ясно следующее В 13.17 на спецлинию 102 позвонил неизвестный мужчина И сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании Приморского суда На месте происшествия работают сотрудники милиции и спасатели Которые ищут взрывоопасные предметы 14 населенных пунктов в Крыму остаются обесточенными Сообщают Крымэнерго Из указанного количества 9 обесточены частично Речь идет о селах в Симферопольском, Джанкойском, Красногвардейском, Сакском и Черноморском районах Напомним, вчера в 10 часов утра в результате сильного ветра произошло падение электроопоры высоковольтной линии в Херсонской области Что привело к перенапряжению в сети энергоснабжения и массовому отключению потребителей на территории Крыма Сейчас наши крымские коллеги готовят материал о последствиях непогоды И вы увидите его в следующих информационных выпусках МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дима, добрый вечер Добрый вечер, студия Мы сейчас уже находимся на выставке Как вы можете видеть, сзади нас работы Кроме того, что здесь натюрморт, здесь есть коллажи, разные аппликации Здесь на самом деле очень много стилей, очень много художников Но подробнее обо всем этом расскажет куратор выставки, Жанна Жанна, здравствуйте Расскажите про выставку, расскажите, чему она посвящена, сколько здесь художников Добрый день, сегодня мы открыли выставку Первую благотворительную выставку, организованную Союзом художников и Молодежным объединением Союза художников Она направлена на то, чтобы собрать средства для помощи художнику Карпушкину Александру Михайловичу Для помощи в реабилитационном периоде после операции на сердце Здесь представлены работы восьми художников Это члены Союза художников, это члены Молодежного объединения Союза художников и свободные художники Здесь живопись, коллаж, декоративно-прикладное искусство В принципе, мы можем сейчас пройти и посмотреть, что достаточно разноплановые работы Хотелось бы отметить то, что все эти художники передали эти работы для того, чтобы их могли купить И собрать полностью, отдать все средства на лечение художнику В нынешнее время в Одессе очень много художников, в том числе и старшего поколения, которым очень нужна помощь И, к сожалению, не всем возможно помочь финансово Если есть возможность у людей помочь каким-то другим способом, в частности, картинами своей работы, организации Это очень-очень хорошо И вот здесь мы видим результат работы нескольких молодых художников, которые хотят принести чуть-чуть света и чуть-чуть помощи другим людям Жанна, а скажите, уже есть покупатели? Да, поделюсь по секрету, что сегодня должен подъехать первый покупатель, который планирует что-то присмотреть себе А какую работу он собирается купить? Сейчас пока не знаю, но я думаю, что это будет коллаж Я так себе только угадываю, но я думаю, что это будет коллаж, потому что девушка очень любит орхидеи И я думаю, что это, скорее всего, попадет на эту работу выбор То есть вот такой вот интересный коллаж Расскажите, кто автор работы и что картина изображает? Ну, собственно говоря, я и являюсь автором работы Это работа сделана из одесских газет, только из одесских газет Вы видите внизу надписи про пляж Черномороке Это такая вот орхидея, как символ богатства, как символ успеха Которая сделана из самых простых, самых, ну можно сказать, дешевых материалов Потому что эта газета, то, что каждый из вас видит с утра за чашкой кофе Изначально картина должна была называться «Утренний кофе» Но потом я поняла, что до кофе взгляд уже не доходит Потому что когда орхидея смотрит своим бумажным глазом в душу человека Ты уже на кофе не обращаешь внимания Спасибо большое, Жанна У вас очень благородная цель Но хочу добавить, что все одесситы, которые хотят помочь Александру Карпушкину А также приобрести произведение искусства молодых художников Могут прийти сюда до 21 апреля, правильно? 21 апреля будет действовать выставка Приходите, смотрите, покупайте, помогайте Студия? Дима, просто необходимо спросить, куда прийти все-таки Потому что мы не назвали адрес, где проходит эта выставка Это галерея, центр, где это проходит? Ага, да, это настолько известное место, что я думал, оно не нуждается в представлении Но где мы находимся? Мы находимся в выставочном зале Союза художников Украины Это улица Тороговая 2 или Сквер искусств Спасибо огромное Вы узнали это место, вам только что сказали, где эта студия Спасибо огромное, Дима Это был Дмитрий Долматов Улица Торговая 2, там в эти минуты открылась выставка продажи Благотворительная выставка продажи Молодые художники надеются на то, что соберут средства для реабилитационного лечения Их коллеги и преподавателя Карпушкина, который сейчас реабилитируется после операции на сердце Ну а мы же продолжаем выпуск Красота прежде всего в доброте, так считают участницы конкурса женского совершенства Пани Одесса Open 2013 Сегодня девушки посетили приют для бездомных животных в рамках акции Найди дом для питомца Подробности знает Светлана Пенсова Для питомцев приюта участницы конкурса красоты привезли корм Собаки и кошки в свою очередь показали, какие они ласковые и игривые И насколько им необходимо внимание Девушки, конечно, не обещали подарить дом каждому питомцу приюта Но готовы этому способствовать Я раньше знала об этом питомнике, потому что я сюда отправляла своих родственников, своих друзей В прошлом году этим летом выбирали собачку здесь, немецкую овчарку Но хотелось бы мне тоже в будущем для себя выбрать здесь какого-то котика Можно, конечно, взять себе и породистого хорошего, там, щенка, котенка Но порода это не главное Главное, чтобы вам это животное нравилось, чтобы оно вам доставляло улыбку Можно не всегда взять, может быть, животное с хорошей родословной Что можно взять чистое, стерильное, привитое животное здесь, в этом приюте И я знаю, что всегда животные, которые, скажем так, бездомные Может быть, не очень породистые, они всегда хорошие друзья В вольерах игривые и дружелюбные собаки В их глазах просьбы забрать домой, подарить заботу и тепло Десятки собак и кошек в приюте для бездомных животных с нетерпением ожидают своих хозяев Мы все хотим, чтобы на улицах меньше было животных И мы все хотим, конечно, иметь себе дома друзей Поэтому, безусловно, наш приют – это тот очаг, где люди могут прийти, выбрать И мы окажем всю помощь в дальнейшем относительно кормления, питания, ухода Для того, чтобы люди могли это животное не просто взять себе домой, а взять себе домой друга, с которым длительный период времени будут жить вместе Истинная женская красота в доброте и заботе Светлана Пензова, Андрей Лысенко, Новая Одесса К этому часу у нас все Развитие событий в 19 на нашем канале Далее прогноз синоптиков Удачного вам вечера и оставайтесь с нами Прогноз погоди від страхової компанії ТИКОМ За данными Центру погоди, у четверо, 18 квітня в Одессе очікується мінлива хмарність, без опадів Вітер північно-східний – 4 метри за секунду Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпа Вологість повітря – 58 відсотків Температура повітря вночі – 7 градусів тепла В день 12.13 з позначкою «Плюс» Страховая компания ТИКОМ Поступай всегда уверенно!